Организация питания в детских садах, школах и больницах и подготовка к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Вот основные темы докладов очередного пятничного аппаратного совещания в администрации города. Оксанерное общество Горторг организует питание в 65 общеобразовательных школах, 3 лицеях, 4 интернатах, в 137 детских садах и для пациентов 4 городских больниц. С 1 сентября этого года добавилась к этому списку и новая школа в 145 микрорайоне. Директор Горторга Любовь Федиаминовна Скляра отметила, что в текущем году продолжается работа по популяризации детского дошкольного питания. Для этого проводятся дегустации для родителей. За 9 месяцев проведено 42 дегустационных дня в разных детсадах города. Родители и родительские комитеты знают об этих мероприятиях и достаточно активно приходят на них, оставляя свои отзывы и предложения. Елена Николаевна Симонова, заместитель директора областного центра по координации деятельности медицинских организаций, отметила, что традиционно в осенне-зимний сезон увеличивается число заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На текущий момент эпидемии нет. Начало эпидемического подъема ожидается на конец декабря-середину января. Но сложилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вне больничными пневмониями. Болеют и взрослые, и дети. На 21 ноября текущего года получают лечение в круглосуточном стационаре с пневмонией 147 человек. Из них 124 взрослых и 23 ребенка. Тяжелых случаев, зависящих от искусственной вентиляции, легких нет. Управление охраны окружающей среды и экологического контроля продолжает работу по выявлению нарушений правил благоустройства города. В ноябре специалистами управления составлено 57 административных протоколов и выдано 20 предписаний по устранению нарушений. В рамках контроля за сохранностью зеленых насаждений в отчетном периоде завершены административные процедуры по ранее выявленному факту проведения работ по строительству линии электропередач в районе Северного Перехода без разрешающих документов на снос зеленых насаждений. Работники организации самовольно спилили более 40 деревьев. Эта организация была привлечена к административной ответственности. Кроме этого, им был привлечен выделяемый ущерб в виде оплаты и восстановительной стоимости сенсионных насаждений. В завершении аппаратного совещания глава города Сергей Берников напомнил присутствующим о наступающем празднике Дне Матери. Он отмечается в воскресенье 25 ноября. У каждого есть мама и все медлит перед отношениями с этими людьми. Это самое главное в нашей жизни, поэтому не забывайте сказать добрые слова, если есть такая возможность. Написать, может быть, вспомнить, может быть, но воскресенье нашим мамам всем низким поклонам. Андрей Рыжков, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.